Доброе утро, атлеты! С вами Дарья Коновалова. И мы продолжаем занятия на свежем воздухе. Сегодня на очереди тренировка на спину и руки. Для выполнения тренировки нам потребуется фитнес-резинка. Ну а пока мы убираем ее в сторону и начинаем с отжиманий. Для тех, кому сложно выполнять отжимания в классическом варианте, могут отжиматься с колен. Это гораздо проще, но не менее эффективно. Для выполнения следующего упражнения нам наконец-таки понадобилась фитнес-резинка. Мы будем выполнять вертикальную тягу. Для этого мы закрепляем резинку стопами, с поясницей слегка прогибаем и начинаем тянуть. Не забывайте следить за дыханием. Когда вы тянете на себя, необходимо делать выдох. И вдох, когда расслабляете руки. Следующее упражнение – это горизонтальная тяга к поясу. Нам необходимо зацепить резинку за турник. Колени необходимо слегка согнуть. Руки прямые и начинаем тянуть к поясу. Далее переходим к эффективному упражнению для плеч и рук – бабочка. Для этого выпрямляем руки, надеваем резинку и начинаем разводить. И завершаем нашу тренировку многофункциональным и эффективным упражнением – бёрпи. Каждое упражнение необходимо выполнить по 4 подхода на 15-20 повторений. Отдых между подходами – 1-2 минуты. Если вы чувствуете, что вам необходимо немного больше времени для отдыха, необходимо отдышаться, то увеличьте паузу и только потом продолжите выполнение упражнений. И по традиции развеем очередной фитнес-миф. Некоторые утверждают, что если регулярно тренироваться, то можно кушать абсолютно всё, что угодно и худеть. На самом деле, дорогие друзья, это неправда. 80% успеха в похудении зависит от правильного сбалансированного питания и, конечно же, дефицита калорий. Для того, чтобы сжигать хотя бы полкило в неделю, вам необходимо ежедневно пробегать 10 километров. Конечно же, такая задача не под силу неподготовленному спортсмену, неподготовленному человеку. Похудеть можно и без физических упражнений, но при обязательном соблюдении дефицита калорий. Поэтому, дорогие мои, питайтесь правильно, будьте стройны и здоровы, а я побежала. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok